И сейчас давайте обратимся к изгнанию из земли обетованной. В книге «Бытие» 12, 1-3 мы видим, как Бог наглядно реализует свой искупительный замысел в контексте обетования Аврааму. Первый стих «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли Твоей от родства Твоего и из дома Отца Твоего в землю, которую я укажу Тебе. Я произведу от Тебя великий народ и благословлю Тебя и возвеличу имя Твое, и Ты будешь в благословении. Я благословлю благословляющих Тебя и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные». Как я уже вскользь упоминал на прошлой неделе, если читать «Бытие 12» в контексте «Бытия 11», то совершенно ясно видно, как Бог неповторимым, уникальным образом делает то, что самостоятельно пытались сделать строители Вавилонской башни, а именно сделать себе имя. Сделать себе имя, возвеличить себя и прославить. «Бытие 12» Бог делает то же самое через избранного им человека, Авраама Авраама и его потомков. Обратите внимание, что существенной частью данного обетования является обетование земли. История исполнения данного обетования продолжается. Мы видим, что присутствие Израиля, потомков Авраама в этой земле, зависит от их неукоснительного соблюдения Торы, Божьих постановлений и предписаний. В книге о Второзаконии об этом четко сказано, особенно в ее конце, где записаны последние наставления Моисея, произнесенные на равнинах Моабских, прежде чем Израиль должен был вступить в землю обетованную, в знак исполнения завета и обещания данного Богом Аврааму. В книге Второзакония 29.9 мы находим следующее утверждение. «Соблюдайте же слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать». Можно достичь успеха и можно снискать благословения, но есть и предупреждение. В Второзаконии 29, стихах с 18 по 28, прямо говорится, что если народ оставит Бога своего, если будет служить и поклоняться иным богам, а не Яхве, то возгорится на них гнев Господа. При этом кульминация этого гнева описана в 28 стихе. «И извергнул их Господь из земли их в гневе, ярости и великом негодовании, и поверг их на другую землю, как ныне видим». Лингвистически все выражено так, будто это уже произошло, будто Израиль уже ослушался, поступил вопреки завету, словно он уже оставил Яхве и повергнут на другую землю. Надо сказать, что подчас данная тема в Писании представлена очень яркими языковыми образами. Народ, говорится, здесь будет извергнут из земли. К концу книги Второзакония мы сталкиваемся с тем, что богословы именуют принципом Второзакония. Возможны благословения. Возможны проклятия. Возможны добиться успеха. А можно навлечь на себя бедствие. Можно жить в земле обетованной, а можно жить за ее пределами. В изгнании. Есть благословение горы Горизим, а есть проклятия, произнесенные с горы Гевал. Если вы знакомы с книгой Второзакония и ее структурой, можно жить в послушании, а можно в неповиновении. Которое ведет ни к чему иному, как к изгнанию. Изгнанию из земли. Оттуда, где Бог решил общаться со своим народом. Вся последующая история тому подтверждением в Ветхом Завете. Это отражено в схеме 3. В 722 году до нашей эры Северное Царство завоевывают осирийцы, а в 586 году до нашей эры Южное Царство завоевано вавилонянами. Жители Южного Царства в огромном количестве уведены в плен в Вавилон. И даже когда остаток народа вернулся после плена домой, представители Южного Царства, когда они вернулись из Вавилона, их постигло серьезное разочарование. Во всяком случае, тех, кто многое помнил. И в частности, славное время существования храма Соломонова. В его великолепии. Возможно, разочарование возникло еще и потому, что такие пророки, как Иезекииль, который пророчествовал как раз во время вавилонского пленения, внушали пленникам надежду на восстановление, на воссоздание храма Божьего. Это мы находим у Иезекииля в главах 40 по 48. Здесь мы читаем о храме неописуемой красоты, который должен стать центром всей земли. И вот мы возвращаемся в Иудею, где закладывается основание нового храма. И читаем следующее в книге Ездры. Глава 3, стихи с 10 по 13. Ездры 3, 10-13. Когда строители положили основание храму Господню, примерно в 538 году до н.э., тогда поставили священников в облачении с их трубами и левитов сыновей Асафовых с кембалами, чтобы славить Господа, по уставу Давида, царя Израилева. И начали они попеременно петь «Хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милость его к Израилю». И весь народ восклицал громогласно «Славя Господа за то, что положено основание Дома Господня». И вот противопоставление. Впрочем, многие священников и левитов и главпоколений, старики, которые видели прежний храм, при основании этого храма, перед глазами их, плакали громко. И не мог народ распознать восклицание радости от воплей плача народного, потому что народ восклицал громко, и голос слышен был далеко. По большому счету, многие из тех, кто вернулся из Вавилона и их потомки, продолжали воспринимать себя как пленников. Ибо восстановление былого положения Божьего народа, как это было описано у пророков, подобных Иезекиилю, и это отражено на схеме 1, еще полностью не окончилось. По-моему, я уже упоминал о том, что еврейская Библия, еврейский канон, заканчивается второй книгой Паралипоменон 36, стихами 22 и 23. Вторая книга Паралипоменон, которая завершает еврейскую Библию, заканчивается тем, что в первый год своего правления Вавилон завоевывает персидский царь Кир. Дух Божий возбуждает дух этого человека. Дух Господень возбуждает дух Кира, который повелевает объявить по всему царству. Стих 23. «Все царство земли дал мне Господь Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа Его, да будет Господь Бог Его с ним, и пусть Он туда и идет». Как я уже говорил, это было написано через много лет, после возвращения израильского народа в землю обетованную. И все же еврейская Библия заканчивается именно так. Нам известно, что данный текст появился после возвращения евреев домой, поскольку если мы обратимся к 1 Паралипоминон 9, например, и это лишь один пример, в 1 и 2 стихах данной главы записано, так были перечислены по родам своим все израильтяне, и вот они записаны в книге царей израильских. Иудеи же за беззаконие свои переселены в Вавилон по причине своего отступления от веры, отступления от завета. Первые жители, которые жили во владениях своих по городам израильским, были израильтяне, священники, левиты и нефинеи. Таким образом, такие тексты, как 1 Паралипоминон 9, предусматривают возвращение народа домой. И тем не менее, вторая книга Паралипоминон заканчивается тем, что израильтяне еще остаются в плену. Кир повелевает «идите домой». Как же это объяснить? Думаю, наиболее разумное объяснение состоит в том, что автор книг Паралипоминон в определенном смысле продолжал воспринимать израильтян как пленников, несмотря на то, что физически они были уже в земле обетованной. Видеосеминария ТВС благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Субтитры подогнал «Симон» «Симон»